Посмотрите, как у нас все подмерзло, такая катушка. Все обрушается от тяжести снега, потому что вот в некоторых районах там 170 сантиметров снега выпало. Приезжают машины, стоят, и можно купить то, что нужно. Местные жители стараются покупать все-таки в таких местах, хотя, понятное дело, и магазины есть, и все, но здесь как-то даже интереснее. Мам, почему? 60 эти маленькие, а эти 90. Какие красивые деревья, все в снегу, шапки снежные. Всем привет. Привет всем. Сейчас у нас утром, и мы идем на главную площадь Приморского. Для чего? Чтобы успеть на Ярнаку. Мы как раз-таки встали сегодня пораньше. Вот я обычно сплю гораздо дольше. Мама-то всегда рано просыпается. Есть задача, нужно купить. Сейчас мама скажет, что именно. Вот. Вы посмотрите, как у нас все подмерзло. Такая катушка. Просто вообще не передать. Вчера был солнечный день, и на солнце начало многое таять. А сегодня минус. То есть ночью было минус три. Сейчас у нас минус один, и все это застыло. И ты идешь, и катишься. У нас даже около дома нашего, и там все застыло. Так как скоро уже у нас огородный сезон, надо семена покупать. Хочу купить цветы. В общем, овощи разные. Посмотрю. Ну, а если, конечно, куплю, то это будет, конечно, хорошо. Нет, придется ехать в Синой. У нас там есть два магазина специализированных, где всегда есть практически все семена. Но хочется уже здесь покупать, не ездить, время не тратить. Ну, и продукты посмотрим задним тоже. Такие-то по мелочи, да? Ну, да, да. Такое все по мелочи купить. Так как ярмарка, поэтому надо сходить. А потом нас папа заберет, и он с работы возвращается. Мы на машине уже поедем домой. Пока идем. Да, дорога такая, конечно. Ладно, сейчас еще светло. Ну, в том году чистили, а в этом году даже трактор не прошел. Ну, нормальная, обычная дорога. Нормальная, да. Везде такая дорога на Севере. Так это несколько месяцев в году, это ничего страшного. Поэтому мы к такому привыкшие. Ну, да, это просто южане не привыкли, потому что это происходит редко. Здесь не хватает техники. Снегоуборочные. А на Урале, на Севере, это же нормальная обстановка такая, что улицы не чищены, тротуары не чищены. И ты вот утром идешь по снегу и пытаешься себе дорогу проложить. Так что это нормальная обстановка. Здесь только то, что оно скоро растает. А так все. Ничего такого удивительного. Зима, зима, мы радуемся, снег выпал. Это же прекрасно. Вчера в интернете люди фотографии, люди выкладывают, что навесы не выдерживают. Крыши, да? Все обрушается от тяжести снега. Потому что вот в некоторых районах там 170 сантиметров снега выпало. И все начинают все чистить. И мы вчера сидим и думаем, а как на Урале было. Это же особо ничего не чистят. Только весной. Нет, весной. Это все убирали свыше, мы убирали всегда весной снег. Не знаю. То ли конструкция слабая. Да, может что-то хлипкое такое делает. Не знаю, то ли слабенькое такое делает все. Не знаю, вот это тоже удивляет меня. Там ведь никто не бежит, сразу снег не убирают. Это что вообще? Новик? Еще и с гирляндой. И снеговик? Да. Снега здорово, видите ли. Даже огни, да? Подсветка сделана. Молодцы. Вообще здорово. Катушка, ну. Вот и ярмарка. Сейчас посмотрим, что здесь у нас сегодня есть. Что мы сможем купить себе. Я вспомнила, что к чаю мы хотели что-нибудь купить. Ну, может, они вроде бы маленький стряпать, но все равно конечно купить. Ну, будем стряпать, да, но все равно. Ты хули очень садкая. Видите, вот так вот приезжают машины, стоят, и можно купить то, что нужно. Сейчас пройдемся, посмотрим, что вообще есть. По 80 рублей, считай, есть. Ну, по 65, есть, но это более мелкие. Ну, мы покупали за 75 в прошлый раз. Да, за 75. А, или за 80. Мы за 80. Ну, цена такая же. На ярмарке сразу встречаешь всех знакомых, кого знаешь. А, видишь, какая погодит. Что будешь смотреть? Ну, я хочу купить масло, форо куплю. Уже знаешь, какой обычно берешь? Ну, какой здесь у них бывает получше, что я беру. Тут у них несколько видов еще. Масло белорусное куплю. Местные жители стараются покупать вот все-таки в таких местах. Хотя, понятное дело, и магазины есть, и все, но здесь как-то даже интереснее. Приходишь, выбираешь что-то, и все такое фермерское. Ну, свежее, конечно. Тут же берут, где постоянно соберут, в каждом поселке в определенный день ярмарка. Поэтому у нас, получается, по средам. Сыр не будешь? Метанку не добили. Так, еще сыр хотела я взять. Какой король советуете купить? Пороля, самая такая, как бы ручка у нас. С не там хата? Нет, ну там она все есть. Спасибо. Ну, сыр, грамм 300 еще, пожалуйста. Как он называется? Черный король. Ага, все, хорошо. Ну, грамм 300. Хорошо. Все. Все. Видите, как мы вовремя пришли, уже такая громенная очередь, все примерно в одно время идут, потому что нужно успеть, пока ярмарка не уехала, потому что она здесь долго не стоит. Все делается здесь с утра, исключительно с утра. Видишь, все, что все тихонько идут, покупают продукты. Ну что? Купила, что хотела. Ну да, в целом, что хотела. Мы еще с этой стороны не смотрели, что продают. Купила, что хотела. Ну вот, собственно, такая у нас ярмарка. Надо купить, наверное, сейчас мандарины, потому что, я не знаю, папа хотел купить мандарин. Вот что я купил. Или он купит. Сейчас позвонимся, наверное, к папе. Я думала, что вы там стоите. Да, ну, там стоите невозможно стоять. Ну и правильно, конечно. Хорошо, давай давай. Давай, что-нибудь выведем. Тогда, может, пока будем стряпать еще и так, это... Вот такие, смотри. Угу. Угу. Как же шоколадные. Ну давай, что-нибудь купим. Что-нибудь типа того. Ну давай, что-нибудь купим. Ты же знаешь, мне нравятся шоколадные. Как бы у меня больше приглянулись. Я не знаю, конечно, что это и чего. Но там, видимо, как... А вот написано, смотри, здесь написано. Нет, это... А, течение сдобная люкс. Глазированная темная глазурь с начинкой с вкусом крем-брюле. Угу. Ну, такие тебе приглянулись. Да, их же навес. Ну, конечно, да. Я просто думала, может, коробка. Навес. Нет, здесь нет. Здесь навес. Так, что-то еще давай посмотрим. Может, даже стряпать не будем ничего. Да, вот я была. Да, ничего. Слушай, они таких же кушек полкила. Они с риском, да? Да, они с риском. Да, они с риском. Пакетка, посмотри, уже порвался. Не выдержит. Тяжечки. 65. Дворожных килограмм. Тяжечки. 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 Продолжение следует... ...будет меньше, ничего страшного... 870 грамм... ...на 130 рублей... ...как называются... ...такие черненькие, я даже знаю... ...печенье, сдобный люкс... ...что за съемка? ...для домашнего архива... ...показываем, как мы живем... ...выберем... ...выберем... ...юные блогеры... ...ну да... ...есе что-то, да? ...ли все? ...не хочешь кем-то доносить? ...нет, я уже выбрала... ...выберем... ...триста двадцать восемь... ...на мелочь не богатый? ...28 метров... ...посмотрите... ...покрубайте... ...покрубайте... ...какая зеленая... ...какая зеленая... ...на слаживающая... ...желтая... ...какая зеленая... ...в разных местах похожа... ...какая зеленая... ...какая зеленая... ...какая зеленая... ...какая зеленая... ...такая зеленая... ...пока... ...неплохой Мандарины... ...на 60-ти маленькие... ...на 60-ти маленькие... ...на 90-то... ...яблок... ...яблок... Для пробы разных покладываем, там, там. Попробуем. Попробуйте. Ложку давайте. Хорошо. Держи пока. Смотри, сколько всего набрали. Что, здесь тоже возьмем? Давай, давай. Давай тоже возьмем. Да я подержу так же. А как ты будешь накладывать? А я с одной стороны так держу. Смотри. Они у вас одинаковые или разные все-таки? Одинаковые, просто мелкие. Да. Это авгарские вообще. Вот по столу 80-80. Давай по 80-80. Давай. Это побольше? Нет. Нет. Я не знаю, как они проживут. Держи. Сейчас, сейчас. ну все то что хотели мы приобрели сейчас будем ждать папу он немножко задерживается видимо дороги потому что да такие вот медленно едет пока подождем и потом домой сейчас решили поставить все покупки пакеты к их очень много на лавочку пока ждем солнышко вот какая прекрасная погода сразу настроение поднимаются куда бы вот смотри там более очищенные лавочки вот на эту или на то давай на это пакетом что будет они не промокнут созвонили с папой он сказал что он еще долго будет 40 минут о чем мы будем стоять здесь ждать 40 минут мы решили идти пешком обратно прогуляемся ничего страшного не замерзнем хотя честно признаться у меня ноги начали уже мерзнуть и все а так я в перчатках и в теплой куртке ночью как-то видимо когда стоишь долго на одном месте то начинаешь уже замерзать но плюс у меня еще обувь она не зимняя она скорее для сухой погоды для хождения по краснодар но никак не по льду не по снегу в минус тем более уж позвольте не могу не показать какой красивый у нас сейчас поселок какие красивые деревья все в снегу шапки снежные идем и любуемся ну что все это растает еще будем скучать поэтому я буду скучать по снегу это точно хоть он хоть зима здесь недолгая это и с одной стороны хорошо но все равно будешь скучать особенно когда будет пасмурно и пока весна не придет пока зелень не начнет появляться цветы будешь все равно скучать вот по такой погоде мне что нравится что именно вот свежо и дышится так хорошо так хочется прям полной грудью вздыхать вздыхать дышать дышать полной грудью